Добрый день, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Моё семейство заказало у меня картофельные драники, чтобы я им приготовила. Но вот сегодня я их буду готовить и заодно мы протестируем нашу машину. Если вам это интересно, оставайтесь со мной до конца видео и давайте приготовим их вместе. Ну а для драника мне понадобится картофель, у меня здесь 2 килограмма 400 грамм, 2 луковицы, мука здесь примерно 3 столовых ложки и примерно столовая ложка соли. Все добавляйте по вкусу, ну а также растительное масло, на котором вы будете жарить. Забыла сказать, что также нам понадобится еще одно яйцо. Натирать картофель я буду на самой мелкой терке. Я именно люблю драники, когда она со всей мелкой терке. Я не люблю драники, когда она натертая на средней терке, которая шелкует. Мне нравится, которая измельчает в кашу. Это вот самые лучшие драники. Отдеваем насадку вот на этот вот измельчитель. И надеваем крышку. Вставляем. Ну а сейчас буду вместе с вами в первый раз включая машину и буду пробовать измельчать наш картофель. Давайте посмотрим, что у нас получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот, все, закончили мы тереть. Я уже по второму разу чашу снимала, еще раз натирала. Потому что здесь выше максимального уровня нельзя натирать. А у меня получилось две таких чаши натертые картофели. Вот, теперь все это снимаем. Посмотрите, здесь на дисплее показывается время, за сколько минут я натерла картофель. Натерла я за 5 минут 21 секунду. Время здесь только идет тогда, когда работает машина. А когда машина останавливается, время тоже останавливается. Еще забыла сказать, что эта машина может работать, по-моему, 72 часа без перерыва. Ну вот, я сейчас проработала 5 минут. Так что у меня еще в запасе еще трое суток. Сейчас откроем крышку и посмотрим, сколько осталось отходов. Первый раз, когда я терла, никаких отходов не было. Посмотрим, как этот раз. Так, ну это все мелкое, здесь нет отходов. Так, ну что, из 2,5 килограмм отходов осталось вот столечка. Так что все перетирается до последней картошечки. Просто не перетиралась самая последняя картошка. Тогда уже нечем было туда надавливать. Ходятся остатки от последней картошки просто остались. А так все перетирается до конца. Когда у меня был другой, раньше, комбайн, кухонная машина, там все-таки больше было таких вот оставалось у меня. Здесь перетирается все до последней продукта. Так что трет хорошо. Ну, выливаемся сейчас в мисочку. Вот так вот, откручивается вниз. И вытаскивается. И вот моем чашу. В общем, здесь все разбирается, все очень легко мыть хорошо. Еще вот в этой чаше, хочу сказать, да, вот эта ручка металлическая. Ну, а теперь в перетертый картофель добавляем яйцо, муку и соль. И все хорошенько перемешиваем. Добавляем соль. Потом попробуйте на соль. Мой бы надо добавить немножечко побольше. Я сначала добавляю ложку, а потом пробую и снова добавляю еще. Ну, и муку. И начинаем жарить наши драники. Разогреваем хорошо сковороду. Добавляем сюда растительное масло. Когда все хорошо нагреется, выкладываем нашу картофельную массу. Кровода разогрелась. Сейчас выкладываем блинчики. Соль. 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 Добавляем. Муку. Соль. 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 наши драники до очень румяного цвета и потом переворачиваем другую сторону наши драники подрумянились переворачиваем снимаем из кабаны наши драники и так жарим всю нашу картофельную маску ну вот дорогие друзья наши картофельные драники готовы подавать я их буду со сметаны знаю также что многие любят есть и с брусничным вареньем но мне как-то больше нравится со сметаной если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а я с вами прощаюсь и увидимся как всегда в следующем видео до свидания и приятного аппетита до конца до конца Продолжение следует...